За 8 месяцев текущего года в Ак-Тубе наблюдается снижение показателей по ряду основных направлений социально-экономического развития. В частности, требуется усилить работу по привлечению инвестиций и оптимизировать деятельность в оптовой торговле, а также промышленности. Проводится неэффективное планирование и использование бюджетных средств. На эти и другие показатели призвал обратить внимание глава региона в ходе совещания в городском Акимате по вопросам комплексного развития областного центра. Всем известно, что Ак-Тубе динамично развивающийся город, который в скором будущем станет миллионником. На сегодняшний день 60% населения региона проживает именно в областном центре. Здесь насчитывается около 566 тысяч человек и динамика роста населения ежегодно увеличивается. По сравнению с прошлым годом в Ак-Тубе на 5800 человек стало больше. В этой связи важно решать имеющиеся проблемные вопросы, реализовывать новые проекты промышленного и социального направлений, обеспечивать население всеми благами цивилизации. Сейчас в городе Ак-Тубе насчитывается 54 жилых массива, из них 47 обеспеченные голубым топливом, 46 электричеством и 35 водоснабжением. По увеличению этих показателей проводится определенная работа, направленная прежде всего на проведение в дома жителей необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Уже в текущем году реализуется ряд проектов в этом направлении. Так, с этой целью уже подготовлены 7 проектно-сметных документаций. Разрабатывается еще 5 ПСД. Проводится работа по обновлению сети автомобильных дорог. Более 13 миллиардов тенге направлены на реализацию 49 проектов. Сейчас уже завершено обновление по 16 из них общей протяженностью 24,5 километра. До конца года завершим еще 13 проектов. Остальные являются переходящими. Немаловажный вопрос – вывоз твердых бытовых отходов. Сейчас по городу действуют три мусоровывозящие компании. Однако остается актуальным вопрос вывоза крупногабаритного мусора и в целом качества работ по благоустройству областного центра. И это несмотря на увеличение расходов по содержанию города и закуп спецтехники на 2 миллиарда тенге. Важнейшими являются и жилищные вопросы. Сейчас по городу строится 24 многоэтажных жилых дома, в том числе 21 по линии кредитного жилья, где в общей сложности насчитывается 2294 квартиры. На приобретение 200 квартир для социально уязвимой категории граждан выделено 3,5 миллиарда тенге. Проводятся работы по благоустройству дворовых территорий, оборудованию, спортивных и детских площадок. В этом способствует программа бюджет народного участия. В 2023 году реализуется 71 проект на общую сумму свыше 1 миллиарда тенге. 48 проектов обращаются в жизнь по району Астана и 23 по Алматинскому району. Много идей поступает по программе бюджет народного участия. Когда только начиналась реализация, выделялось 200 миллионов тенге. Сегодня, по информации Акимата, уже выделено порядка 1 миллиарда. Надо жителям помогать в этом вопросе. Очень много проектов предлагается, но важно соблюдать стандарты. Единый архитектурный облик должен быть. Мы не должны распыляться. Надо точечно работать по этому вопросу. Глава региона также обратил внимание на ряд социальных вопросов. Необходимость ускорения работ по жилищному строительству и обеспечения доступности объектов инфраструктуры для лиц с инвалидностью. К слову, на текущий год планировалось адаптировать для инвалидов 114 объектов, из которых уже оборудованы 70. Наблюдается неэффективное планирование использования средств городского бюджета. Например, по линии жилищно-коммунального хозяйства было выделено 41 миллиард 800 миллионов тенге. Договоры были заключены на 27 миллиардов 600 миллионов тенге, а освоены только 14 миллиардов 800 миллионов. Таким образом, неосвоенными оказались 65% выделенных денег. Проекты не реализуются. Аналогичная ситуация по направлению строительства. При выделенных в 36 миллиардах договоры заключены на 28 миллиардов тенге. Из них освоили лишь 13 миллиардов, а неосвоение составило 63%. При этом строительный сезон уже заканчивается. Также городским акиматом не был проведен ремонт 11 улиц. Формат совещания позволял присутствующим общественникам, народным избранникам поднимать актуальные вопросы, которые касались ремонта и строительства объектов здравоохранения, возведения школы, детских садов, жилых массива города. Также горожане выдвигали собственные инициативы по дальнейшему развитию областного центра. У нас в городе почему-то строят однотипные дома. Считаю, важно разнообразить архитектурный облик, возводить не только 5 и 9 этажки, но и дома высотой 16-19 этажей. Это также позволит увеличить объемы обеспечения населения жильем. Также нужно строить больше подземных переходов. Актуальными является вопрос развития сферы здравоохранения. Сейчас жители ряда жилых массивов, таких как Заречный 1, 2, 3, 4 и других, относятся к городской поликлинике номер 2, где приписано более 60 тысяч человек. Туда и добираться тяжело. Нужно построить для жителей поликлинику на месте. Кроме того, в районе имеется средняя школа номер 50. Она уже старая. Рядом есть земельный участок, где можно возвести новое учебное заведение, а в старом здании оборудовать детский сад или объект культуры. Как было отмечено, вопрос строительства новой поликлиники будет рассмотрен. А что касается новой школы, то в планах возведения объекта имеется. Также глава региона поручил системно распределять деятельность. Требуется решить вопрос с местным расположением двух школ, которые планируются построить в районе БАТ-С-2, и в целом возводить объекты в рамках национального проекта «Комфортная школа». В БАТ-С-3 уже сейчас следует предусмотреть новую современную котельную, чтобы избежать проблем с теплоснабжением. Важно реализовывать инженерно-инфраструктурные проекты, заниматься благоустройством, уделять внимание развитию городских окраин. Нагрузка очень большая на город сейчас идет. Есть и майнинговая, есть и миграционная урбанизация. Этот процесс мы не остановим, поэтому требуется четко определить наши действия. Самое главное – это строительство, но только точечная застройка. Нам нужно подстраховаться. На выделение участков под индивидуальное жилищное строительство мы пока будем объявлять мораторий. Вы знаете, что временно земля не выдавалась, потому что нагрузка большая. Мы еще не решили вопросы с новыми застройками, которые образовались вокруг нашего города. В целях четкой координации всех работ по социально-экономическому развитию областного центра перед акиматом города поставлена задача по разработке комплексного плана развития города Актубе до 2026 года, который должен быть вынесен на утверждение не позднее второй декады октября текущего года. Николай Сырбов, Жанна Дельсагиев, Телеканал Актубе.